В эфире телекомпании «Город» программа «Вызов принят». Здравствуйте! В студии Алиса Харлина. Коротко о главных темах сегодня. Глухой подарок для преступника. Законодатели грозятся наказывать рублем меломанов в наушниках. Игра в кошки-мышки. Система скупки вторсырья превратилась в многорукую гидру. Кусок селедки за 200 тысяч, к чему приводит незнание и нарушение законов. В России могут начать штрафовать пешеходов и велосипедистов, которые появились на дороге в наушниках. Такое необычное предложение появилось на сайте Российская общественная инициатива. В случае, если оно наберет 100 тысяч подписей, его могут обсудить в Госдуме. И, по-моему, давно пора. Справедливо ли разделять беспокойство законодателей и наказывать рублем для себя решили еще не все. Видимо, это как раз те, кто предпочитает испытывать на себе пытливые взгляды пассажиров всего троллейбуса, когда кондуктор в десятый раз пытается докричаться до глухого меломана. Или те, кто, отрешившись от всего мира, смело рвутся переходить дорогу, совершенно не слыша сигналов удивленных водителей. Даже эксперимент провели, будто в капюшоне ходить гораздо опаснее, чем в наушниках. Он еще и обзор закрывает. Если не брать во внимание неприятные шипящие звуки, которые иногда вынуждены слушать пассажиры целой маршрутки, до тех пор, пока ценитель рока не выйдет на свои остановки, то и бог бы с ними, пускай разрушают свои барабанные перепонки. Только в этом случае не нужно жаловаться, что очередной глухой ко всему гражданин стал жертвой аварии или умышленного преступления. На самом деле проблема не надумана. Начался учебный год, и во многих российских школах появился такой внеклассный предмет – как не стать жертвой преступлений? Именно наушники признаны самым опасным атрибутом для школьников. Недавно жертвой пьяного мужчины стала рязанская несовершеннолетняя девочка. Ее любимой привычкой была прогулка с работающим плеером. Пьяный мужчина набросился на маленькую жертву, которая из-за наушников не смогла его услышать, и воспользовался ее беспомощностью. Родственники не верили до последнего, что он мог совершить данное преступление. Там наняли четырех ему адвокатов даже в ходе предварительного следствия. Однако, ввиду того, что он полностью признает свое вино на начальной стадии следствия, то даже родственники узнали то, что поняли, что это фактически он совершил. И в настоящий момент, насколько мне известно, позиция родственников такая, что нам такой родственник не нужен. Виновнику, который, к слову сказать, женат и всегда числился на хорошем счету, грозит от 8 до 15 лет лишения свободы. Родителям, прежде всего, необходимо более контролировать своих детей, которые не достигли еще возраста совершеннолетия, не достигли 16 лет, чтобы исключить подобную практику, а также стараться не отпускать их без знакомых, без кого-либо взрослых, одним гулять. И в нашем детстве приходилось быть самостоятельными, самим возвращаться из школы или спортзала, ходить за хлебом и гулять во дворе. Но и времена были другие. Научите своих детей правилам безопасности, чтобы потом не пришлось расхлебывать последствия. Борьба полиции с подпольными приемщиками цветного металла – нескончаемая игра в кошки-мышки, где главное правило – не пойман, не вор. Штраф за административные правонарушения незначительный – от 2 до 2,5 тысяч рублей, в то время как прибыль исчисляется десятками тысяч. Уголовный кодекс позволяет наказывать жестче, но только если в квартире незаконного предпринимателя обнаружится сырье стоимостью более четверти миллиона – 250 тысяч рублей. Именно эта сумма по уголовному кодексу уже считается доходом в крупном размере, полученным незаконным путем. Так, предпринимательство на металле, как говорят в народе, приносит скупщикам-нелегалам от 50 до 100 тысяч в месяц, в зависимости от района и времени года. В большинстве городов кварталы тоже поделены на секторы между приемщиками. Там, где работает один, соваться второму уже не положено. Приемщики прекрасно знают ряд правил, регламентирующих оборот вторсырья, но придерживаться их не спешат. Еще одного доброго самаритянина, не интересующегося паспортами клиентов и протокольными тонкостями, задержали на улице Фирсова. В отношении виновного лица был составлен протокол по статье 14.26 Кодекса об административных правонарушениях, что грозит штрафом в размере от 2 тысяч рублей до 2,5 тысяч рублей. В дальнейшем будет проводиться проверка по данному факту. Оказывается, система в пунктах приема вторсырья – дело тонкое. Например, летом металл дешевле, потому что лежит буквально на поверхности. Зимой, понимая, что ценное железо надо откапывать из-под снега, жалостливые скупщики поднимают цену за килограмм в зависимости от вида металла. Довольно частые гости, приходящие с добычей, трудолюбивые бомжи, которые даже зимой приносят пакеты с цветниной, понимая, что это их хлеб. Вторая категория – мужчины, у которых есть что вынести с места работы. Третья – налетчики. Они несут всю утварь из садов, не всегда разбираясь, что ценно, а что украдено напрасно. Система скупки, налаженная годами, настолько умна, что срубить ее невозможно. Это многорукая гидра. И, как правило, если в городе была зачистка у одного скупщика, менее чем через час об этом знают все остальные. Закроют одну точку, тут же открываются две новые. Этот бизнес не исчезнет никогда. Для крупнейших стран мира переработка лома металлов и использование вторичного сырья обеспечивает от 5 до 10 процентов потребление металлургии и исчисляется в миллионах тонн. В наиболее развитых странах переработка и очистка лома металлов вышла на качественно новый уровень, сумев получить из вторичного сырья чистый металл. О том, что у этой монеты есть и вторая, темная сторона, знают многие, но предпочитают не замечать. Равно как и бордели, шумные рюмочные во дворах и кучи мусора в центре города. К другим темам. Закончено предварительное следствие по уголовному делу по факту причинения тяжких телесных повреждений студенту радиотехнического университета в декабре прошлого года. Только в американских фильмах можно падать из окна девятого этажа, тонуть, переворачиваться в машине, получить десяток пулей и остаться живым. В жизни все иначе. Один единственный удар способен оборвать жизнь человека. 11 декабря в ночном клубе «Море» правком вуза праздновал День образования инженерного факультета. Ночью, как это часто бывает, один пьяный товарищ решил пристать к другому. Охрана вывела дебоширов на улицу, но морозный воздух пыл молодых людей не охладил. Он стоял головой, что там, что там, что-то в кулаки руки, что там, заставить и все. Согласно протоколу, молодой человек получил два удара в лицо и каждый раз падая ударялся головой об асфальт. Фактически вот эти два удара, которые подозреваемый не признавал у нас, говоря то, что он не наносил два удара, а был нанесен всего лишь один удар, они повлекли то, что человек умер. Через несколько часов пострадавший скончался в ОКБ, а виновнику трагедии теперь грозит уголовный срок. Сколько именно лет молодой человек проведет за решеткой, в скором времени решит суд. И снова о наркотиках. Какую бы оскомину ни набила эта тема, она, увы, не теряет актуальности. И проблемы у подростков часто возникают по вине взрослых. Родители оправдывают поступки своего чада желанием лично все узнать и все попробовать. Редко кто спешит в библиотеку за медицинской энциклопедией изучать статьи о наркотических препаратах, тем самым удовлетворив свое любопытство. Все происходит иначе. В России есть сектор экономики, в котором инновационное развитие на стыке биомедицины и интернета происходит особенно бурно. К сожалению, пользы от этого нет никакой один вред. Это сетевой рынок легальных и нелегальных психоактивных веществ. В последние годы с проблемой новых синтетических наркотиков вплотную столкнулись все развитые страны. Для властей сложилась крайне непростая ситуация. Ассортимент наркотиков постоянно расширяется, опасности не изучены, правовой статус не ясен, зато спрос огромен. Народная популярность дизайнерских стимуляторов началась с мефедрона, завоевавшего мировой интернет в конце 2000-го. К слову сказать, эта отрава была открыта еще в 1929 году, но оказалась забытой до 2003-го. Тогда его воскресили к жизни на легендарном сайте Ули, объединявшем подпольных химиков всего мира. Времена, когда спайсы поставляли в фирменной упаковке из Европы, давно прошли. Свыше 90% дизайнерской химии для России производится в суровом Китае, где за героин расстреливают. Раскрученные интернет-продавцы реализуют по 10-15 килограммов канабиноидных миксов в неделю при средней разовой дозе без толерантности в 1,3 грамма. Как правило, лучше всего идет мелкий опыт, который покупатели реализуют знакомым или по закладкам. Озвученное стремление ФСКН закрывать наркосайты просто смешно. Абсолютно их большинство зарегистрировано вне России. Для того, чтобы свернуть торговлю легалкой, необходимо наладить грамотную аналитическую работу, чтобы все мировые нарконовинки запрещались до проникновения на российский рынок. Сейчас списки дополняются постановлениями правительства за подписью Владимира Путина. А сложный механизм согласования этих документов как раз и дает наркобарыгам нужную отсрочку. В 90-е такие сумки таскали челноки. Сегодня в них возят предметы подороже обновок с заморскими лейблами. Неработающая женщина с 2013 года пять раз привлекалась к административной ответственности за употребление наркотиков. А в настоящее время подозревалась в том, что регулярно приезжала в сельскую местность для заготовки наркосодержащих растений. При личном досмотре у нее изъяты две сумки, которые содержали 4 килограмма 150 грамм марихуана. Также в одном из населенных пунктов Рязанского района задержана 35-летняя жительница областного центра, которая имела при себе сумку с 2 килограммами 700 грамм марихуана. Наркотик женщина намеревалась доставить и употреблять по месту жительства в городе Рязани. Результаты очередной оперативно-профилактической операции МАК не перестают удивлять. За 10 дней в двух районах области изъято почти 16 килограммов наркотиков. Многим задержанным грозит до 10 лет лишения свободы и штраф до полумиллиона рублей. Анализируя преступления разных эпох, все больше убеждаюсь в том, что мы живем в любопытнейшее время. В начале прошлого века, например, было модно воровать коней, либо под предлогом их продажи заманивать состоятельных мужчин для расправы. А вот за последние 30 лет наиболее частым видом преступлений в мире стал шоплифтинг. Кто не знает, это вынос товара из торговых предприятий, попросту говоря, кража. Причем ни уровень жизни населения, ни география за статистику не влияют. С точки зрения экономики гипермаркета потери в 1,5% – это огромные деньги. Средняя суммарная торговая наценка, например, «Ашана» и «Метро» колеблется в районе 10-12%. То есть собственник магазина разрешает списать одну десятую часть от этой суммы. Вот только на практике российским ритейлерам далеко не всегда удается уложиться в отведенные проценты потерь. Оно и неудивительно. Страна уверенно входит в пятерку призеров в мировом рейтинге по воровству в супермаркетах. Два года назад британский центр исследований в сфере торговли составил соответствующий рейтинг, в котором были представлены данные из 43 стран мира. В России этот показатель составил 1,74%. Ежедневно в обход кассы из магазинов и супермаркетов утекают товары и продукты на миллиарды рублей в год. При этом количество краж за тот же период увеличивается в среднем на 5%. И что характерно, потенциальным магазином-воришкой, говорят эксперты, на самом деле является чуть ли не каждый потребитель. Есть такая известная шкала. 10% людей никогда ничего не возьмут. И даже найдя кошелек с деньгами, собьются с ног, чтобы вернуть его владельцу в целости и сохранности. Еще 10% всегда приворовывали и будут это делать. А вот остальные руководствуются только им известным внутренним импульсом, а воруют от случая к случаю. Само понятие шоп-лифтер, то есть магазинный вор, родилось в Америке в середине 40-х годов прошлого столетия. Собственно, вместе с появлением первых магазинов самообслуживания. Мы намеренно не стали интересоваться мнением на эту тему представителей рязанских торговых центров, зная особую любовь зрителей связывать картинку с информацией и приписывать лишние факты конкретным местам. А вот бесцеремонные воришки должны помнить, украденный товар обойдется гораздо дешевле на кассе, нежели в суде в виде штрафа или уголовного срока. В следующем протоколе нет жестокого убийства или громких разоблачений, но мы не смогли пройти мимо, учитывая детали. Это история о психологии людей безотчетной глупости и последствиях от незнания законов. В один из магазинов очень популярной сети, не буду называть названий, чтобы не отвлекать от сути, взрослая женщина устроилась работать на должность коренщицы. Кто не знает, это человек, который очищает картошку, морковку и прочие ингредиенты для салатов и других блюд. Одним словом, помощница повара. Так вот, в процессе готовки нарушительнице пришло в голову украсть 300 граммов селедки. На беду женщины зоркий начальник службы охраны увидел момент, когда она выносила кусок рыбы своему сожителю и оказался на редкость честным человеком. Предложила 5000 рублей за то, чтобы он не сообщал в полицию о данном факте. Начальник службы охраны отказался принимать денежные средства, которые женщина положила на полку в его кабинете, после чего сообщил об этом в полицию. История на самом деле оказалась очень показательной. Давайте посчитаем. Стоимость украденной селедки 68 рублей 71 копейка. Штраф, который назначили женщине за кражу, составил 1000 рублей. При пенсии 6300 она попыталась дать взятку начальнику охраны 5000, и тем самым попала под серьезную статью – коммерческий подкуп, а это уже до 200 тысяч рублей. Дорогой оказалась рыбка. Учитывая, что работники кухни голодными не бывают, рядом с поварской книгой многим стоит положить уголовный кодекс. На всякий случай, мало ли что. Это все, о чем мы успели рассказать. Удачи на ближайшие 7 дней и до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова